всем привет ролик последующий давайте дальше это все дело значит дорабатывать здесь получается что погибком до погибки точнее так 400 сейчас я поделю 409 кадров разделить на 25 16 почти с половиной секунды 16 секунд анимация идет но это будет наверное для этого дела долговато так сейчас давайте вот так еще сделаем первое чтобы делать это я сейчас доработают этот значит набивание мячом тройка на нампаде смотрим так это значит рука здесь руку значит опускаем вот эту опять в этот вид переключусь в рэндом так rg n панель screencast key n отключаю погнали теперь так rg назад руку прописываем а и и теперь оп и тут тоже руку rg назад а и блок рот смотрим что получилось так вот здесь вот на этом кадре руку тоже надо убрать а то она будет дергаться весь вид портить так чуть можно и вытянутся и вытянуть а и блок рот смотрим ну и тут и это же дат так rg а и блок рот так вот движение руки вот этой да нужно как бы привести к минимуму так вот и выравнивает и блок рот ставим на одну полосу, чтобы плечо только кверху поднималось и тело чуть-чуть перекручивалось. Так, есть такое дело. Теперь вот это все дело копируем в ШФД и ставим это 370. Значит ставим 375. Смотрим. Все, здесь вот кстати набивание нормально идет. Ну вот бросок наверное придется немножко так. Вот здесь кадр добавляем, где он должен мяч взять. Ну в смысле так. Выбираем кисть руки. Значит выбираем мяч. Теперь значит G чуть-чуть выше поднимаем. R как бы он перекручивает его и вот сюда вот так уводит. А эта рука уже на подсапках. Так, раз R, G. Еще раз R перекрутим. G. Ну пусть до конца не докасается. А, и лок рот. Посмотрим что получится. Во! Так, что тут получается. Здесь у нас на 410 смотрим. Кисть руки чуть-чуть завалилась. Давайте сразу все это дело подправим. Если она завалилась здесь, значит завалилась и на других кадрах. Так, так, R палец сюда. А, и лок рот. Сейчас я вот эту анимацию мал-мал доделаю и наверное под этим роликом выложу модель полностью. Вот эту со стадионом. Ну пока в таком виде, чтобы вы, кто хочет, попробовали с ним поработать. Так, а здесь у нас получается вот этот переход. Тоже вы видите, что рука отошла. Вот есть такие нюансы. Их надо находить, смотреть, выявлять. Так, это значит G. Так, это значит G. Так, так, так. Ну и здесь можно уже пальцы подсогнуть. Так. Ну и мизинец. Надеюсь не сильно я его загнул. Все, прописываем A и лок рот. Это у нас промежуточный, значит, подъем. Вот он набивает, набивает, потом шлеп. И вот мяч ведет, как бы, на себя. Так, смотрим спереди. Так, здесь вот можно еще... Так, голову, вот эту голову, R подкрутить. И на мяч вот так вот навести. Чуть-чуть выровнять, значит, грудину. Немножко выпрямить спину. И чуть-чуть он пусть поднимется тогда. А, и лок рот. Смотрим. Так, а вот этот кадр тогда мы удалим. Вот этот. Глиткий фрейм. Смотрим, что тут да как. Ну вот, приседания. Все, в принципе, заработало. Так, только вот здесь еще руку подправим. Вот она. Здесь руку подправим. И эту тоже сюда подтянем. Пишем, а, и лок рот. Так, есть такое дело. Здесь уже пошел, значит, прыжок. Но прыжок, как... Сейчас давайте посмотреть. Вот если он просто так поднимется кверху, но это не интересно. Так. Здесь можно, значит, на 450-м одну ногу вот эту чуть-чуть в боку так увести. Так, и чуть-чуть может ее одну приподнять. А, и лок рот. И здесь вот должен быть... Вот он теперь как бы одной ногой толкается. Вы видите. Сейчас приближу. Вот. Раз. Так. И вот эту ногу, которую он толкается, вот этой. Можно даже еще раз так пониже как бы опустить и чуть-чуть носки подсогнуть. Вот так вот. Раз. Чуть-чуть делаем R, а, и лок рот. Смотрим. Бэмс. Вот теперь вроде бы похоже, но... Похоже-то похоже, но надо его, наверное, чуть-чуть еще повыше поднять. Так. Поднимаем чуть-чуть повыше. Тогда вот эта нога, одна вот эта, значит, G чуть-чуть пониже опускается. Вот так. А, и блок рот. А ну-ка. Раз, он вроде бы как одной толкается. О! Уже прикольно. Так. Так. Что тут не так? Так. Здесь вот опять завалился палец. Значит, R. Здесь под загнем, значит, пальцы. Так. Так. Ну и повторюсь тем, кто не досмотрел полностью ролик предыдущий. Здесь вот хорошо настраивать именно пальцы на Copy Rotation. Ссылку кину в описании, как это делать. Очень удобно. Кстати, вот именно, если у вас персонаж с мечом, то тоже будет удобно. Если у персонажа там, допустим, какие-то тоже в основном хватать. Хватать там что-то, держать в руке. Ну, вот это вот будет настройка само-то. Так. Есть такое дело. А, и Lock Rot. И еще вам покажу. Это уже с другого канала у меня информация. Я там это дело уже выкладывал. Вы видите, вот, я прописал анимацию. У меня пальцы держат мяч. Но на соседней, вот, прилегающей анимации, они у меня опять разведены. Смотрите, что я делаю. Я выбираю вот эти пальцы и через шив, значит, вот эти пальцы. Вот так вот. Так. И вот здесь, вот на этом кадре, вот этот кадр. Я делаю ему Shift D. Я копирую анимацию только вот этих пальцев. Я делаю ему Shift D и навожу прямо вот на этот соседний кадр. Вот он. Так. Смотрим. Так, так, так. Ctrl Z. Ctrl Z. Значит, выбраны пальцы. Это вот анимация этих пальцев. Да, вот они. Так, а почему не две руки? Только эта рука. Так, 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 так. Ну, давайте попробуем Shift D. Так. И подставляем вот на этот кадр. На него переключаемся. Смотрим, что да как. Так. Давайте теперь левую руку просто скопируем. Так, вот с этого кадра отдельно теперь, значит. Копируем. Выбираем кадр. Делаем Shift D. И опять накладываем на этот кадр. Так. Пардонте. Shift D. Почему-то с этим не работает. Это, наверное, настройка костей вот этих. Поэтому никак не работает. А и блок рот. Ну, тогда, тогда ой. Вот этот кадр. Так. Английская А. Выделяем всё. Удаляем Delete. Кейфрейм. И всё. Тогда этот кадр нам не понадобится. Так. Тройка на нампаде. Тэн-тэн-тэн-тэн-тэн. Всё. Вот он навевает, навевает. Всё. Он хватает. В принципе, уже анимация готова. Нужно её теперь что? Ускорить. Есть ещё вот здесь вот косяк. Вот. Момент, где он берёт вот этот мяч. Вот этот. Так. Смотрим. Так. Мяч ему прилетает в руки. Здесь нам нужно... Так. Здесь нам нужно сделать вот такую штуку. Так. Вот он летит. Мяч летит. 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 И здесь он его берёт. Да? В принципе, ничего. Так нормально. Ну, за исключением, что... Вот здесь уже нужно руки переписать. Выбираем только руки. Делаем G. И чуть-чуть их вперёд выводим, чтобы пальцы не проваливались. Так. Теперь надо по отдельности чуть-чуть подкрутить их. Вот так. Ну и палец вот этот, наверное, нужно опустить до мяча. Так. Теперь... Подкручиваем пальцы. И сейчас надо будет попробовать ещё скопировать, значит, настройку пальцев и подставить. Так. Есть такое дело. А. И локрот. Так. Теперь что у нас? Так. А здесь вот тоже вот так делать не надо. Надо, чтобы он хотя бы тогда предупреждал. Как? О. Вот так. А. И локрот. Смотрим. Оп. Всё. Он его взял, поймал. Так. А здесь... Смотрите. Он будет набивать. Да? Вот он должен здесь уже идти набив. Но он должен его бросить. Да? Здесь он его держит. Отводим, значит, на... Так. Давайте на 320. g поднимаем мяч, выбираем одну руку, g, выбираем вторую руку, перекручиваем, подгадываем, подравниваем и сделаем вот сейчас такую анимашку. Так. Здесь он, значит... Так. Ещё нужно мяч выбрать. Теперь он здесь g, r, перекручиваем. Вот так всё это. Так. Тройка на нампаде. Ctrl Z, Ctrl Z. Вот теперь надо r, перекручиваем. Нужно, чтобы он r, позвоночник, выпрямил. И чтобы ноги сковаными не были постоянно, надо хоть чуть-чуть, так вот по чуть-чуть добавлять движение к персонажу. Описываем A и lock rod. Смотрим, что получилось. Так. И вот здесь он должен уже мяч кинуть. Так. Это пускай будет 330. На 330 копируем... Так, а ну-ка. Да. Копируем 320 shift D на 330. И смотрите. Сделаем ему бросок. Так. Мяч выбираем. Так. Получается... Так он поднял. Руки. Так вот перекручиваем. Смотрите. Вот. Наискось. Под углом. Сейчас я даже нарисую его. Вот так вот. Плечи вот так. Треугольник сломан. Так. Так. И делаем вот такую штуку. Значит. Так-так-так-так-так-так. Здесь идет подъем. Перекрутим. Давайте сразу вот так вот. Тело. Так. Не эту кость выбрал. Так. Через shift отключать, если что. Если вы не ту кость выбрали. Так. Вот здесь, где ребры. И теперь делаю R. Тело вот так вот поворачиваю. Вот. Теперь все повернуто. Отключаю вот эту косточку. И прописываю A. И локрот. Смотрим теперь. Подъем. И на этом кадре. Так. Вот на этом кадре. Его теперь надо удалить. Delete keyframe. Копируем теперь вот этот 310. Shift. И делаем бросок. Так. На самом бросок не получится. Бросок и так получается. Значит. Delete. Этот кадр на 330. Получается только куда он его кидает. Смотрим. Точка. Все нормально. О. Так. Единственное, что вот эту руку еще хочется перекрутить. Вот так. И вниз чуть-чуть. И чуть-чуть в бок. Так. И вот эти руки довести как бы чуть-чуть к мячу. Вот так вот. Раз. А. И локрот. О. Видите теперь? Как все это дело работает. Прикольно. Тейнс. 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 Надо сопровождать иногда вот эти вот мяч. Чтобы кадры были поближе, значит, к отрыву. Ну, где-то так. Я не знаю, как вам это объяснить. Ну, получается, вот при... Смотрите. Так. Вот у нас есть первый кадр. Вот он. Вот он держит мяч. Потом идет второй. Мяч находится как бы прилипшим чуть-чуть кончиком пальцев. И на третьем кадре он только отрывается, падает на пол. Вот должно быть три кадра. Так. Это дело подправляем. Так. Теперь что у нас есть? Что у нас тут теперь есть? Так. Вот с этим у нас... Все вроде нормально. А теперь нужно все это дело ускорить. Потому что это погибки. Вот эта покадровка по кадрам, по-моему, завышена. Значит, делаем так. А. Выбираем всего персонажа. Английское. А. Выбираем вот эту вот таймлайн раскадровку. И делаем S. S. Когда уменьшаем, на первом кадре должно стоять. Или на том кадре, к которому приближается, уменьшается именно анимация. Или от которого она будет отдаляться, увеличиваться. Так. Было 450. Ну, давайте 250 поставлю. Ставлю 250. Enter. Ага. Вот здесь мне уже не нравится. У мяча есть скольжение. Вот. Раз. Вот так. Значит, нужно подмечать сейчас точки. Так. Значит, выбираем мяч. И жмем G. Прописываем A и Lock Rod. И можно, наверное, так. А мяч-то, в принципе, он и прыгает-то нормально. Ну, здесь вот тут с покадровкой. Вот эти вот пустоты. Так, давайте еще раз. Больше надо смотреть. Вот раз. Тут ускорение. А это получается... Ну, в принципе, он и должен, не быстро так. Так, а вот здесь... Так, а ну-ка. Вот. Верхняя точка замедляется. И здесь медленно падает. Давайте, давайте вот эти кадры для эксперимента подвинем поближе. На другую другу. Вот так, чтобы этих пустот не было. И вот эти тоже. Так, ну и эти соответственно. Так. Теперь у нас 200 кадров. Ставим пока 200 кадров. Так. Вот здесь он должен ускоряться. Так. Так, а он здесь, получается, замедляется, да? Так, давайте оставим вот этот кадр. Вот он. Так, на каком он подлетает? Здесь слишком... А, вот они, два близких кадра. Значит, один кадр нужно удалить. Они друг другу мешают. Именно в плавности. Раз. Так. Так, так, так. Вот он кинул. Здесь идет замедление. Значит, тут эти кадры удара и падения надо перетащить поближе. Так, а вот здесь я хочу сделать удар. А, именно, чтобы мяч ударился вот в эту... в этот щиток. А, Т, Волк Род. Так. Так, если он здесь ударяется, то здесь он должен приземляться именно вот на край. Вот сюда. А, и Волк Род. Вот на эту сторону. Не к стенке. Потому что, видите, он раз, отскакивает. Он идет сначала раз. Вот такое у него движение. Так. Ну, и здесь можно что еще сделать? Чтобы он как бы покрутился там что ли. Вот. Ну, смотрим опять. Так, сначала он кидает. Все, мяч попал. Все. Вот этот казус. Здесь косяк был. Так, теперь что получается? Вот здесь почему два кадра? Так, вот этот кадр G приближаем сюда. А этот ставим сюда. Угу. Угу. Так, ну, вот этот кадр, наверное, тоже чуть-чуть подкорректировать. Мяч чуть-чуть вот сюда увести. А, и Волк Род. Так, смотрим. Бэмс. Все, попал на волну. Так, а вот здесь вот опять скольжение. Вы видите, вот. Вот такого быть не должно. Вот этого скольжения. Должен быть удар. И отскок. Значит, получается так, что получается. Значит, это верхняя точка идет падение. Так, падение. А вот здесь так, вот этот мяч. Вот смотрите. Вот. Вот видите? Раз, и пошло скольжение. Вот он. Ищем первую точку приземления. Это вот она. От, вот, вот от этой метки на одну клетку, да? Значит, вот этот мяч и вот этот. Ставим его на базис. И ставим и он так. Если вперед мы его поставим, чуть смотрим, что получится. А, и блок рот. Во! Уже лучше. Уже идет удар без скольжения. Так, нормально. Так, а вот здесь нужно... Оно-то здесь с замедлением падает. Ну, падает он все равно как-то с какой-то скоростью, да? Раз, так это. Ага. И опять у нас получается вот это скольжение. Раз. Без удара. Значит, вот этот мяч, вот этот. G оттаскиваем до полосы. А, и локрот. так, еще значит, G так, а ну-ка control Z мяч выбираем еще раз G А, и локрот. Во! Находим, где вот эти анимации мячей. Вот это, да? И попробуем их так, если это все ускорять, ну, давайте попробуем, что получится. S английская. 85 сделаем. Так, это значит G это значит G а ну-ка так, вот здесь мне не нравится опять раз два а нам амплитуду не дает так, тогда G вот сюда подводим поближе к персонажу и А и локрот прописку делаем вот а ну-ка нормально теперь все это дело так значит смотрим в реальном времени так таймлайн отодвигаем 200 кадров это получается 4 8 секунд нормально так вот это чуть-чуть сюда где он хватает мяч вот эта часть так вот это анимация здесь идет набивка вот набивка правильная скорость вроде бы как так а и ок промежуточный давайте допишем вот теперь понятно смотрите теперь получается если зацикливать анимацию вот анимация началась с прыжка вот сейчас я это все дело сохраню файл сейв и смотрите как это все обыграть можно значит так выбираем вот эти кадры допустим и переводим их назад вот сюда теперь выбираем все кадры и переводим их сюда вот вы видите теперь анимация поменялась можно теперь вот это все дело где мяч падает назад кинуть вот допустим так вот эту часть делаем так G переносим ее вот сюда опять все выбираем G и вот теперь анимация начинается с набива и потом бросок так посмотрим при цвете вот вы видите здесь тоже какой косяк замедленно вот этот вот так значит это будет первый кадр анимация это будет последний да крайний и теперь вот это все дело выбираем и делаем ускорение S ну чуть-чуть пока так что-то здесь где-то по высоте значит если вот такой глюк есть значит два кадра где-то так это значит Ctrl Z Ctrl Z два кадра где-то приблизительно на одном уровне высоты так а ну-ка попробуем все это дело все-таки ускорить значит так с 50 по 90 так выбираем делаем S до 75 так что-то где у тебя что-то так а вот теперь смотрите фишку какую можно сделать вот так здесь он держит мяч здесь он готовится значит к прыжку толчок у него идет значит G этот кадр поближе этот кадр тоже поближе и этот тоже а ну-ка все тут дело не в нем а в мяче Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z так проверяем мяч смотрите бросок идет запоминаем где сейчас мяч на 71 потом 75 80 вот 75 мяча здесь не должно быть значит делит кейфрейм эту покадровку а ну-ка все нормально ну еще что хотелось бы сделать хотелось бы вот на этом кадре наверное вот эти руки вытащить подальше раз и сопроводить этот мяч значит получается тройка на нампаде G еще раз поднимаем повыше нашего персонажа а и блок рот вот уже получше ну и можно теперь оформить толчок вот этот ну когда он отталкивается значит здесь он приготовился перепишем вот этот кадр так выбираем значит руки мяч тройка на нампаде таз и делаем G чуть-чуть как бы он приседает теперь нужно ноги выровнять тройка на нампаде R ступни выравниваем и все вот это дело значит опускаем вниз так вот раз ну а здесь можно чуть-чуть голову кверху поднять вот а и блок рот так здесь у него так 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 здесь он приседает приседает а здесь он уже должен тогда быть повыше а и лок рот тогда у нас должен и этот кадр быть повыше а и лок рот и здесь и здесь отпуск раз так а здесь он уже должен после броска вниз резко идти так ctrl z а и и лок рот так тогда вот этого кадра не должно быть так а этот тогда кадр g поближе а ну ка смотрим что тут я наверх тел так все равно где-то запину него так вот здесь вот пробуем все это дело наверное ускорить теперь с уменьшаем уменьшаем так есть запин опять вот этот кадр delete keyframe так что у нас тут тут тоже delete keyframe этот кадр нет это подготовка этот толчок получше теперь эти кадры нужно прописать назад а и локрот это тоже как вариант если вы не знаете где косяк через один кадр попробуйте поудалять именно анимацию и тогда возможно все станет на свои места но здесь все равно еще раз где-то запин идет так английская а так это значит delete keyframe а вот эти кадры здесь подтаскиваю вперед и смотрим что получится ну ну уже получше по-моему 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 косяк в чем вот от этого мяча здесь не должно быть вот этого мяча вот так он должен быть так а и локрот и смотрим вот здесь теперь будет стопор этот этот кадр удаляем литки фрейм ну вот уже помягче вот такая покадровка так здесь что у нас нормально так здесь ускорение мяча как-то не очень так ну попадание нормально а вот полет полет его высок так вот таким образом сейчас делаем значит у нас есть 62 тогда 62 кадр и 81 значит получается так а получается что здесь нужно опять ускорение делать так этот он открывается вот с этого кадра по вот по 73 прописываем значит а и локрот и здесь кадр тоже прописан и локрот выбираем еще 60 а и локрот вот этот кадр и вот этот это 60 ставим с приближаем все это дело а вот это дело все значит приближаем к этому к этой покадровке во все побыстрее он начал двигаться так так ставим 176 есть теперь нужно сетку кейфрейм сделать чтобы она двигалась но это в следующем ролике я только сеткой займусь покажу как ее можно заанимировать все всем пока до свидания вот такой пока результат модель повторюсь под этим роликом вы можете ее скачать и попробовать любые анимации все всем пока до свидания